Ликуют ангелы и ликуют мир людей. Настал день, когда Господь Иисус Христос восстал из мертвых. Главное православное торжество отметили во всех храмах Русской Церкви, как в России, так и за рубежом. Повсюду прошли пасхальные богослужения. Патриарх Кирилл возглавил торжественную службу в Храме Христа Спасителя в Москве. В праздник Светлого Христового Воскресения богослужения посетили первые лица страны и столичный градоначальник. В кафедральный собор со Святой Земли доставили частицу благодатного огня. На богослужение побывала и Галина Ледвина. Собор был полон. Самый главный праздник для христиан – Пасху. В Храме Христа Спасителя встречали тысячи москвичей и гостей столицы. Все говорило о том, что главное событие уже совсем близко. Духовенство сменило черное одеяние на белое облачение. Плащаница унесена в алтарь. В центре храма, украшенная красными цветами, икона Воскресения Христова. К началу пасхальной заутренней в собор доставили из Святого Града Иерусалима благодатный огонь, который сошел в Великую Субботу в Храме Гроба Господня. Возжигая свечи от благодатного огня, Святейший Патриарх Кирилл сказал. Мы этот огонь сейчас возжем здесь, в этом храме, и каждый сможет принять его на свой светильник. Зажженные от благодатного огня свечи Патриарх передал участникам богослужения. От них люди зажигали свои свечи и лампады, чтобы унести частичку благодатного огня домой. Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» вокруг храма был совершен крестный ход, и самая долгожданная часть службы наконец наступила. Пасхальное богослужение посетили президент Российской Федерации, председатель правительства России с супругой и мэр города Москвы. За пасхальной заутренней святейший прочитал пасхальную проповедь святителя Иоанна Златоуста. С IV века, сказанная Великим Учителем Церкви, она читается в храмах в первый день Пасхи Христовой. «Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и жизнь утверждается! Воскрес Христос, и нет мертвых во гробе! Ибо Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших! Ему слава и держава во веки веков! Аминь!» В конце службы патриарх Кирилл обменялся пасхальными поздравлениями и подарками с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и его супругой с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Этой ночью пасхальная Евангелие, кроме русского, читалось на 21 языке. Собравшимся было оглашено пасхальное послание святейшего патриарха Кирилла. По окончании богослужения предстоятель русской церкви вновь поздравил его участников с Пасхой. «Всех вас, мои дорогие, поздравляю с великим мироспасительным праздником Пасхи Божией, с воскресением Христовым, силой, которая явлена была Богом в Сыне Своем, Иисусе Христе, через Его голговскую смерть и воскресение. Этой силой да поможет и нам Господь управить наши жизненные пути ко спасению и жизни вечной. Христос воскресе! Христос воскресе!